Дорогие друзья, продолжаем смотреть чемпионат Европы сегодня вечером в 19.00. Все это дело стартовало, уже три партии было отыграно. Честно, ну, не буду брать вам. Бастей игр пока не было. Все игры довольно прозаично, на банах пиках чуть ли не решались. И единственное, было интересно посмотреть вот предыдущую партию, потому что там не было понятно, кто победит. По банам пика ничего было не ясно. И вот одно крупное сражение привело к поражению одного коллектива и к победе другого. Но спойлерить результат вам не буду. Сплайсы против Шальки 0.4 сейчас будут играть. И, скорее всего, это будет долгая скучная игра. Я уже про это говорил. Оба эти коллектива... Ну, Сплайсы вообще-то славятся тем, что они играют агрессивно. Но в последнее время, что их игру я не смотрю, они там за 30 минут с плюсом уходят. А Шальки они всегда играли в апсета, в максимальный лейтгейм, как и команда... Это не Экзайла, как она называется. Эксел, Экзайла. Как и команда Эксел. Они тоже играют в максимальный лейтгейм. И мы видели с вами пока самую долгую игру в этом сплите. Это Шальки против Экзейл. И тогда это было скучно. Но, возможно, и сейчас будет тоже скучно. Посмотрим. Может быть, Сплайсы нас удивят. Минус двух саппортов сразу Шальки выдает нам. И Сплайсы выдают пока минус Зая. Чтобы Зая и Рейкан нельзя было сыграть на втором пике. Минус Райза делает. Очень похоже, что собираются забирать они себе Сиджуане. Банят Элизу. Нет, это не Сиджуане. Это, скорее всего, будет ферст пик от Рокс. Да, Сиджуане все еще открыто. Но я про то, что... Учитывая, что они забанили Элизу, вряд ли бы они собираются играть на Сиджуане. Поняли это сразу же. Команда Шалькину 4 забанили от Рокса, чтобы его нельзя было поиграть. Ну и кто у нас остался? Сайлас, ФП, я думаю, сейчас его и заберут. И таким образом они даже не дадут возможность оппонентам сыграть через Сиджуане, потому что если мы заберем себе... Чего? Ну, я думаю, что Сиджуане все же взяли Сиджуане. Сплайсы... Да, вот все прогрузилось. А с этой стороны Сайлас плюс... Это не контрапик Сиджуане, если что. Это просто чемпион, который с ней может отстоять в равенстве. Скарнера добирает команда Шальки 0-4. Сплайсом все еще открыты РЛи. РЛи Сиджуане в кои-то веки можно использовать. И это обязательно надо брать. Здесь нет сейчас уже такого варианта, что... Ой, давайте не будем, а вдруг там Сайлас всех сворует. Значит, они понятно, зачем вообще забирали не Сайласа на ферст пике, а забирали Сиджуане. Но они это и делают. Забирают себе РЛи, добирают себе, видимо, ютилити АДшника, потому что они взяли себе Том Кенча. Он поважнее, ведь ютилити АДшников их много. А вот как раз-таки Том Кенч, он один. Шальки 0-4 теперь думают, как контрить РЛи, либо сразу, либо пока забрать просто своего АДКерри и не показывать дальше. Я бы на месте их сейчас забирал саппорта. И учитывая, что там и РЛи Сиджуане, здесь Браум идеально заходит, но они решают взять Северку. Северка, которая не очень хорошо себя чувствует против большинства как раз-таки инициативных чемпионов на линии. Это там Аша, Люциан, Варус, Джин. Ну, Джин, наверное, единственный, кто ей проигрывает очень сильно. Остальные, они чувствуют себя либо очень хорошо, либо вообще ее деминируют. Трэш плюс Карнер комбинацию могут сыграть? Я бы играл Браума, ну, честно. Но так, конечно, можно и Трэш, Карнер, Камбу сыграть. Но минус Акали делают. По обедаге команда Сплайс, бан. Гуманоид, либо Визичачий, будет играть на РЛи. Мы пока этого точно не знаем. Но точно знаем уже, что не будет Акали в этой игре и как она будет направлена. Дальше теперь игра команды Шарки 0-4. Пойдут ли они в Гиперлейд через какого-нибудь Азира, Кассиопе и Ариану на Мидлейне? И тогда доберут сейчас себя что-то по типу Алистара Браума. Либо они пойдут во что-то другое. Минус Дрейвен, правильный бан. Минус Варус, тоже правильный бан. Остается там, по сути, только Джин да Аша. Ну и еще Люциан как начальная игра. Но тогда вы можете попасть под жесткий лейтгейм от оппонентов. И Люциана тогда не стоит играть. Но Утилус выключает команда Сплайс. Побоялись они... Ну, не знаю, чего они побоялись. Это плохой бан. Сразу скажу, это плохой бан. Уж лучше бы они Азира забанили, и то было бы лучше. Браум появляется от Игнара. Почему я еще так уверенно говорил про этих чемпионов? Потому что там Игнар стоит на роли саппорта. А он как раз любит этих чемпионов играть. И трэш у него тоже есть в списке. Но Эш все же Эш. Вот там Кенча забирает Ашу. Ну и тогда, раз вы уже взяли этого чемпиона, нужно еще один CC эффект. Ну и они стоплейно решили будет играть у них через Кена. Но можно было через мид лейн от CC эффекта играть. Это Ариана получается самим себе забирать. Ну это слабая версия была. Кеннон мне больше нравится. Как раз здесь Кеннон заходит очень даже хорошо. Огромное количество станов и подкидывания у команды Splice. Вся идея, чтобы выиграть игру в начале матча, не давая расслабона команде Шарки. Кеннон 4 и Шарки понимают, что если они сейчас возьмут себе гипер лейтгейм мид лейнера, либо попытаются поиграть через какого-нибудь Джакса на топ лейне, ну который тоже будет спритпушем заниматься всю партию, то их просто уничтожат. И они берут скиллбэйс линию против Кена, но при этом чемпион очень сильный в мид гейме. Лейт за Шарки. Начало игры за командой Splice. Примерно равные сетапы с перевесом Splice на протяжении двух стадий игр. Ну а после 35 минуты полная доминация уже команды Шарки 0-4. За кем Юлька стоит? За Шарки. И обе эти команды любят играть в лейтгейм. Ну опять же, я поправку делаю с командой Splice. Они не любят играть в лейтгейм, но у них не получается в последнее время закончить игру раньше. И получается, что они затягивают все матчи до 30 с плюсом минуты. У них средняя продолжительность игр крайне долгая. Если я не ошибаюсь. Давайте, кстати, перепроверим. Заодно покажу вам, откуда я вообще все эти данные беру, а то вы думаете, что я так просто беру эти данные. Можно по игроку, можно по команде пойти. Здесь есть матч-хистори у команды Splice. И зайдя в нее, там будет полная статистика. Только почему-то нам время здесь не выдают. Статистика есть, а время не выдали. Ладно, давайте пойдем другим путем. По игроку пойдем, потому что помню я у игроков вроде как статистика со временем была. Матч-хистори. Да, здесь со временем. Поражение за 22 минуты, поражение за 27 минут. Победа за 33, победа за 40, победа за 46, 41 минута, 40 минута, 33 минута, 36 минута. То есть вот они победили здесь за 28 минут команду Виталиков. Но Виталики сейчас вообще что-то какие-то не команда. Проигрывали быстро, это понятно. Но вы видите, редко вообще число 20 здесь появляется. И взять, например, команду G2. Вот мы возьмем команду G2. Сейчас вы увидите, какие здесь статистики. Возьмем Вандера, там, ну, любого игрока не имеет значения. Они же вместе играли. И вы увидите, как быстро эта команда играет. И сразу поймете, что это агрессивный коллектив. 35 минут, 22, 18, 27, 24, 30, 35. 34 это с командой СКТ финалы на МСА. 31, 24, 29, 32, 34, 30. То есть все почти что 30, вот прям вот 30 с минусом. То есть 30 и минус каких-то еще 2 минуты. Вот так вот играет он с командой G2. А Сплайса играет там 32+. И вроде бы 4 минуты разница, но эти 4 минуты разницы в игре это крупная тема. Потому что вы в этот момент теряете весь свой пауэрспайк. Появляется Элдер Дрейк, появляется третий Нашор или второй Нашор. В зависимости, когда забрали первого Нашора. Это очень сильно влияет на игру. Ну что ж, поглядим. У нас здесь скарнерского кристалла не достался. Он команде Шарки 0-4. Второй кристалл, кстати, они тоже не пошли брать. Забавная ситуация. Вообще они без кристалла остались. По золоту вышли вперед уже команда Сплайс. Приветствую всех. Подписывайтесь, ребят, на канал на Ютубе и на Твич, конечно же, тоже фоллоу оформляете. У меня фолловер мод стоит. Одну минуту вы не можете писать только в сообщения, в чат. Но если вы оформите фолловер мод сейчас, я заранее просто вам говорю, когда мне риуты дадут скины снова на Ру-сервере, я их буду разыгрывать. И там я вас ждать не буду, как говорится. Я вас ждать там не буду, а скины разыграю между чатиком. А если вы сообщения не сможете в чат отправить, вы скин просто не получите. Многие из-за этого уже пострадали и потом говорили, а почему ты такой сделал, резкий скин? Ну а что там? Надо вы заранее подписаться. Вы же смотрите трансляцию. Вам же не сложно нажать кнопочку. Ну и лайки ставьте на Ютубе. Сегодня у нас цель собрать миллион лайков, но я решил все же отказаться от этой цели и понизить ее до 200 лайков. Но сначала хотел миллион, конечно. Интересно, есть вообще хоть какое-нибудь видео с миллион лайками? Процентики были, сейчас будут? Были предварительные, сейчас я на Ру-сервере смотрел, оглядывался. А на ГГ-то что? А на ГГ-стрим идет. А на ГГ идет стрим. Миллион на Мулион. С Фейз Рашем играет он у нас везде чаще, потому что понимаешь, что с Клиптомантией помучить он у Дамни вряд ли сможет так хорошо, как мог бы это делать против Шена. Помните, Шен Кенн, мы сегодня матчап видели. По цифркам я бы сказал, такая у нас ситуация. Сплайсы имеют лейтгейм за собой 55%. Мидгейм Сплайсы имеют тоже за собой уже 60%. Но здесь начинает их как раз сила падать, потому что Шарки в лейтгейме свои 60% урвали. Хороший у них лейтгейм, мне очень нравится. Тут и получается два танка, очень приятных таких и магический урон есть с приоритетом. И при этом, если вы не будете собирать магическую защиту, они вас убьют. А если будете собирать магическую защиту, вас убьет Северка. То есть очень тяжело против этого бороться. Надо как-то играть через спритпуш тогда с Плайсом, а спритпуш это у них и нет. Ирелия, но она даже без телепорта играет, как видите. С Карнера у нас пока прошел красный лес, весь рекордерс купил себе ботинки с вардом. Это такой стандартный маршрут для чемпионов, которые играют через предатор. Как видите, он с этой руны бегает, чтобы была максимальная скорость передвижения. Все предметы он будет собирать на танковость. Там не будет AD либо Ability Power, как это делает Грагас. В этом смысле это чемпион лучше Грагаса, если так задуматься. Ну и сейчас добирает свой синий лес. Забавно, что Сиджуани не прочитала от Зоркса всю эту ситуацию, и она не забрала ни одного краба после первого своего маршрута. А должна была. Вообще-то я считаю, что Зоркс очень плохой маршрут провел. Учитывая, что ты играешь против Скарнера, ты должен максимально предполагать, как он будет проводить свой лес. Это означает, что либо Зоркс не играл Скарнера достаточно, и Скарнер теперь уже организовывает ганг, отфлэшивается, по кобу идет замедление, но промахивается. Трик. Ботинки первые потрачены, первый ганг удачный, потому что они флэш сняли. Но мог быть еще более удачным, сами понимаете. Так вот, к чему я эту всю мысль веду? К тому, что как лучше было сыграть Сиджуани. Забирать синий баф, забирать дальше Громпа. Подождите, сейчас будет тавердайв, Гуманой тоже идет туда на топ-лайн. Трик бежит спасать. О, да мне, да мне проблема. У него есть флэш, он начинает через флэш и щиточек как-то переживать. Подходит сюда, Трик станет бедного Зоркса. Килл зарабатывает для себя. Успевает вовремя он сюда пробежать и спасти. Своего топ-лайнера от хорошего тавердайва. Ну и так как Сиджуани не может репелиться, как там Элиза это делает. Легкий килл. Так вот, что должна была сделать Сиджуани? Зафармить весь свой синий лес и после этого пойти забирать краба на реке. Причем противоположного. Не идти вот этого речного краба забирать, а того возле дракона. Потому что она точно знала, что Трик был на красном лесу и сейчас с ботинками будет сюда возвращаться. После этого вернуться в свой красный лес, забрать Раптора в красный баф и отправиться на второго краба, забрав его с Риколица. Да, она бы тогда тавердайв не сделала, но она бы по фарму была эпик впереди и при этом всем у нее был бы хороший контроль карты в дальнейшем, потому что с бэка она бы была посильнее уже его. Единственная возможность вот так победить Скарнера была упущена. А сегодня, видите, Зоркс выбрал другой маршрут и в итоге 35 фарма на 42. Скарнер успевает еще сделать убийство, поэтому с бэка он сейчас будет уже с джангельским предметом и санфайром, наверное. Джангельский на санфайр хватает? Синдерхалка, который называется. Хватает. Продал он Хилку. Хилка Скарнера особо не нужна, если честно. На своих кристаллах он нормально выживает. Показывают нам изолированные смерти за всю историю чемпионата Европы. Изолированных смерти увезет чаще 330. Второе место идет у Суаза 311, третье место у ОДамни 216. 330 это 1,2 изолированных смерти. За игру у Визичачи ОДамни не такой высокий показатель. И сейчас у него не было изолированной смерти. Успел Скарнер подойти и его спасти. То есть, по сути, у нас сейчас два самых любителя умирать играют друг против друга. Суаз сегодня тоже играл. И, кстати, тоже изолированно он уже умер. Насколько я помню, с командой Мисс Фит сегодня он тоже один раз погиб. И тоже была изолированная смерть. Показывает топ ЛЦЛ All Time Solo Kill лидерборд. И забавно, что эти же три игрока являются лучшими соло-убийцами. Но оно и должно быть так. Потому что если вы умираете в изоляции, что такое изолированная смерть? Это означает, что в ближайшие два экрана не было ни одного игрока из вашей команды. И вы умерли. То есть, никто вам помочь не мог, а вы все равно умерли. Первое место у Визичачи, второе место у Суаза, третье место у ОДамни. Показатели ровно точно такие же. То есть, ребята любят убивать, но при этом, конечно же, их за это наказывают и убивают через Лесника. Либо просто они умирают один на один, проиграв эту дуэльку. Так что молодцы эти ребята, вот троица. В чемпионате Америки могу точно отметить, что таким показателем может похвастаться. Подождите, он один сражение ульта на ульту. Обидаги убегает в сторону. Скарди, ну надо как-то тоже отсюда ретироваться. Выжила команд Шарки 0-4. Гумануид хочет через флеш дальше ворваться, но видит, что Обидаги очень далеко от него ушел. Стан промахнулся. Гумануид. Так вот, в Америке тоже есть свои любители в соло умирать и в соло убивать. Хуни номер один у них. Если я правильно помню, за прошлый сплит нам давали статистику. Ну, она была не за прошлый сплит, а в прошлом сплите давали статистику по Хуни. И у Хуни, включая чемпионат Европы, показатель был 1,6. 6 десятых, ребят, смертей за игру изолированных. То есть он полтора раза, считайте, за игру умирает изолированно. За, там, две игры, получается, он три раза умирает на вот этих вот сплитпуш действиях. Но при всем при этом, он номер один изолированных убийств тоже. Вот, к сожалению, процент не помню, сколько было у него. Здесь был 0,53. То есть в каждой второй игре изолированный килл делает либо везде чаще, либо у Дамни. А вот сколько было у Хуни, я сейчас не помню. Но вроде больше, чем 0,53. Но все равно меньше, конечно же, чем полторошка. Так что такой. Ну и второй такой игрок, я точно помню, это был Даршан. Мистер президент Даршан. Кстати, президентский полномочий он все еще не закончил. Я не знаю, как долго он будет президентом, ну вообще, как там вообще получается по конституции киберспорта Америки. Как долго президентская власть держится? Три года, четыре года. Если переизбирание, а если сенаторы недовольны. Ну вроде пока все им довольны, и он выполняет свои президентские функции. Ну а команда ЦЛГ и другие коллективы, в которых он был когда-то топером, больше не стремятся его вызывать на позицию топ-лейнера. Что за президент? Ну кто не знает, в Лиге Легенд в Америке, по крайней мере, но это, насколько я знаю, распространяется и на Европу тоже. Правда, полномочия здесь его минимальные. Но она на Европу тоже распространяется. В 2017 году были проведены выборы президента и его помощников. Что за президент и его помощников? Это, по сути, было создано самоуправление игроков Лиги Легенд. Не самоуправление, как они называются? Короче, которое защищает игроков. Блин, вылетел из головы слово. Их функция в основном это напрямую общаться с Riot Games, потому что многих игроков не устраивали те контракты. Профсоюз, да-да, вот профсоюз, спасибо большое за подсказку. Профсоюз был создан. И идея заключается в том, что любой игрок может написать Даршана, может написать его помощником, а те напрямую будут писать уже Riot Games о каких-то случаях нарушений команды. Потому что команды обязаны игрокам давать жилье, обязаны их кормить, обязаны их в душ водить, обязаны телочек предоставлять. Но это я бы такой контракт подписывал. Они дураки, видимо, такой контракт не подписывали. Но это было все связано с огромным количеством конфликтов, которые были там. То кому-то жилье не дали, то кого-то в основу не пускают, хотя по контракту написано, что он должен играть в основе постоянно. И вот такие дела. Ну и тогда сделали выбор. И среди всех игроков выбирали, голосовали тоже все игроки чемпионата Европы и чемпионата Америки. И они все проголосовали за Даршана. Даршан там с большим отрывом получил это. Так что Даршан, он как раз такой топовый. По популярности игрок, то есть большинство игроков ему доверили свою судьбу. Ну и одним из президентских его решений, там наверняка еще какие-то другие были президентские решения, про которых мы не знаем. Но одним из президентских решений было таково, что если у игрока заканчивается контракт с командой, и в этот же момент заканчивается драфт-день, то есть вы знаете, что можно добирать игроков только до определенного момента. После этого вы обязаны предоставить весь свой состав. Добирать больше игроков нельзя, кроме как когда снова появится момент добора. У нас здесь Ганг идет по Визичачи, он дает ульту, через Флэш пытается убежать, но мне кажется, он не должен здесь убегать, потому что будет замедление. А то там у него Крипы вовремя появляются! Вот там у него пробегается через Крипы, попадает Стан и Килл не добирают себе команды Шальки 0-4. Скарнер через Флэш делал Ол-Ин, а может стоило через Флэш не делать прыжок, а именно доехать до Визичачи, а потом через Флэш его оттащить назад. Но немножко не дотянулся. Так вот, я про президентское его решение хочу рассказать. Но здесь у нас Зоркс, Ганг пытается организовать по вардам, у него это не получится. Если игрок Визичачи проверил кустики, и в кустиках оказывается все еще сидит, то да мне. Придется сейчас идти на рекол уже без хп. Он, ну он не в одиночку, а со всеми с риутами договорился, что будет такая ситуация. Если у игрока закончился контракт, и драфт-день тоже закончился, то этот игрок имеет право еще 5 дней на поиск своей команды. Даже если, как говорится, другие игроки уже не имеют на это права. Другие игроки, которые были свободными агентами, больше не могут выбираться командами. А он все еще этот игрок имеет право, потому что он до последнего дня держался в команде. И это было сделано специально, чтобы такие команды, как 100 воров, такие команды, как Эхофаксы, не устраивали снова этот полемик у монополизации. Когда они несколько своих игроков до последнего держали в своем составе, не давая им искать новую команду. А потом, когда драфт-дни заканчивались, они говорили, ну все, ты либо с нами играешь по такой сумме, которую мы тебе назовем, либо ты нигде не играешь, потому что ты не можешь теперь искать себе команду. Так они поступили, команда Эхофокса, команда 100 воров. Тогда много конфликтов было на эту тему, много грязи было в интернет вылета в их сторону. Они потеряли популярность очень сильно. И в большинстве своем многие обвиняли Рик Фокса в жмотничестве. То есть человек вроде миллионы зарабатывал в баскетболе, а тут жмотничает, там, не знаю, 2000 долларов в неделю игроку. Что за... Да как он посмел вообще? На самом деле, правила не запрещали, он поступил так, как разрешено законом. Хороший мейлшторм от Кенана! Жаль, что урона нет у Гуманоида. Да, но в этот момент у нас почему-то Игнар с апсетом решили подставить. Правда, Игнар забайтил, получается, команду сплайс. Ловит здесь Норскерин, Норскерин занимается проглотом там, но неудачным. Убивают они все же Игнара. В ловушке оказывается Коба, у которого нет флэша. В ловушке оказывается и Сиджуани, но у нее есть флэш. И она говорит, see you later, sucker. И уходит через стенку на прыжке даже. А не, на флэше, на флэше. 2-5 становится счет в этой партии. Шальки проиграли дракона Инфернального, но выиграли это сражение. У Скарнера уже 4 убийства. Реально, чуть-чуть не хватило. Сумбур вместо музыки. Согласен с тобой, потому что сплайсы стартанули дракона, шальки решили ворваться в гуманоида, рядом оказался Кеннон, началось это сражение. Там надо на ютубе забанить этого спамера. Там очень странно. На ютубе спам идет какой-то. Ну, мой бот его банит, но в чат он отображается. Правда, благо, вы чат сейчас не видите. Пойду смотреть в отмотке, так что, если что, не удивляйся. Скрытый парень, что ты там собрался? Смотреть в отмотке. Почему те, кто смотрят, не ставят лайки? Ну, вот вообще не могу понять, говорит Винторез. Ах, Винторез. Им тяжело. Как бы они же смотрят. Не могут отвлекаться. Вот если бы я был хреновым контент-мейкером, что люди бы, значит, такие, о, какая, ну, дятина, пойду что-нибудь еще посмотрю, а это на заднем плане оставлю. Тогда бы они лайк ставили по пути. А тут они прям не могут отвлечься. Хорошая ульта! Ловится и Релли, и Релли в отношении сейчас будет утягивать Скарнер. Это Килл. Еще один за командой Шарки 0-4. Этот матч мне напоминает вот игру корейскую. Помните, когда Скарнер уничтожил просто Сиджуани в партии? Кто же с кем играл? Чатика меня сейчас, как обычно, напомнит. Но вот там именно такая же ситуация была. Примерно такие же пики были. Тоже лейтгейм был за командой, у которой Скарнер. Тоже они должны были проигрывать early game. И в итоге ситуация похожая. Скарнер 4-0-2. Там он был, по-моему, 5-1-3. Что-то такое. Просто бегал по карте и всех съедал. Иногда просто даже не думаешь поставить лайк. А надо. Надо. Стримеру это единственная, как говорится, оценка ваша на ютубе. Других оценок нет. Триг дальше. Гонится. Рамбл еще сверх эквалайзер. Нет, что-то сплазится вообще. Сдуются. Сдуются. Хороший кайт. Что творит копы? Подождите. Я его зря слел. Он быстренько очень хорошо откатил. Убивает первого игрока. Убивает второго игрока. Миссис Релли. Пилет сидит везде чаще. У него воруют ульту. Но это не имеет значения. Он прыгает за игнаром. Застанет его и добьет. После этого Абедаки можно будет ловить. Потому что у Зоркса есть прыжок. Но Зоркса решил не делать прыжок со смайтом. Что творил только что Коба? Вы видели этот АПМ его? Кто не знает, что такое АПМ, репорт вас. Коба просто невероятно сыграл. Он делал движение автоатака, движение автоатака, движение автоатака. И при этом не давал ни единого шанса Скарниру добраться до него. Потому что Скарнир получал замедление после каждой автоатаки. Ой, это... Аши. Без Северки, конечно, догнать тут было сложновато. А Севера в этот момент была на топ-лейне. Показывает нам повтор, с чего все началось. Поймали здесь Норскерина. Норскерина убили. Но они такие, давай еще и Коба съедим. Давай. Тут Зеркс какой-то. Да ерунда. У нас Удамни есть. Удамни накладывает эквалайзер. И он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть. Разогретая АШ. Это страшная сила. АПМ два был? Не, не, не. Я думаю, АПМ здесь зашкаливал в четыреста в этот момент. АШ слабит Север в лейтгейме? Да. Ну, номинально считается АШ где-то семь-восемь баллов для лейтгейма. Север девять баллов такая стабильная. Стабильная девяточка. Неоновые фары. Я просто прошу семерочку, подумал. Вишневая АШ у нас сейчас неплохо отстрелялась. И у нее появился после этого Хуррикан. Вызывается Геральт, чтобы проломать медлейн. И, к сожалению, не хватает игроков команды Сплай, чтобы оборонять против Геральт Кейту вышку. И придется ее отдать. А как АД Керри на десятку в лейтгейме? Кто АД Керри на десятку в лейтгейме? Ну, конкретно именно десятки у меня никогда не было. То есть я почти к десятке относил всегда Джинксу Кагмава. Именно лейтгейм имеется в виду. Также туда подходит почти к десятке. Девять с половиной баллов это Вейн. Но атака действительно маловато. Кейтлин тоже девятка. Но у нее же троечка. Кто о чем, ребят? Вообще у нас две королевы Фрайлорда сражаются против... против... Димасидс, Ионидс, Рамблиц. Хорошая ульта от Рамбла. Утаскивает в отношении Рэлли. Он вообще ничего не успел отдать. О, теперь Кенон делает Бэдшторм. Шикарный АШа дается ульту. Сиджуане, куда же ты ультуешь мимо? Сейчас можно было еще поработать. Но Сиджуане промакивает со своей ультой. Килл-скилл образовала команда Сплайс. Ответно, но мне кажется, они могли сейчас выиграть очень хорошо это сражение. Даже без Рэлли. Стамп прописываю по Абедаге. Он уходит в сторону. Ашат Кобе. Кто не знает, его сигнатурный чемпион является Кейтлим. Второй чемпион его Сивирка. Кобе этих двух чемпионов обожает. Минус вышку. Будет пытаться делать, но тут апсет вместе с Судом. Не ему мешает. Там еще Дракон Инфернальный появился. Сражение продолжается. У Рэлли нет телепорта. Помните об этом. У Игнара тоже нет телепорта. Но он саппорт. Без саппорта можно начинать Дракона. Очень битая команда Сплайс. Отдается уже Инфернала. Немножко как бы в плюс выходит сейчас команда Шарки 0-4 за счет этого Инфернала к Лейтгейму. Но там Маутен будет следующий, который может все исправить. Крысу не уважаешь. А, да, я про Твича просто забыл. Твич тоже 9,5 баллов к Лейтгейму. Можно его туда отнести. Но у него своя вообще другая атмосфера у Твича. У него тонна урона. При этом у него АОЕ урон еще. То есть он может сразу по нескольким чемпионам бить. Но главная его фишка это позиционирование. Если у Джэнксэ главная фишка это чтобы оппоненты подставились. Если у Северки главная фишка это чтобы узкое пространство было. Она по нему работает классно. Если у Кагбава главная фишка. Чем больше танков вы возьмете, тем мне лучше. То же самое, кстати, у Вейн. Чем больше танков вы возьмете, тем лучше. У нас здесь Игнар пытался выбить в арт. И закончилось это тем, что его чуть было не убили. Пришлось ему на W выпрыгивать. А Норскерен испугался и флешнулся назад. То вот как раз таки про кого я там говорил. Про Твича ему главное позиционирование. Ему плевать там. Танки будут, не танки у оппонентов. Он должен найти момент, как ворваться. Как начать бить самых слабых игроков в вашей команде. То есть дождаться всех страшных эффектов, которые вы разбросили. Либо получить хороший, неожиданный врыв. А Ясу сколько? Ну Ясу это мидлейнер. То есть тут другая совершенно идея. Но Мясу это гиперкерри считается. Ему тоже 9,5 баллов можно давать. Как закрысить, короче, ищет. Да, ой, не очень удачно прыгивает у нас Абедаги. Второй СЦ эффект. Третий СЦ эффект. И он просто не выходит. Из них погибает. Но на Шора вряд ли пойдет команда сплаз. Я думаю, они вышку только сломают этого. Не зря же он крыса, да? Ариот специально так задумали. Как думаешь, будет Сайлос актуален на следующей неделе? Думаю, нет. Нерф очень жестко его ослабит. У него и сейчас винрейт не такой хороший. Приноровились игроки играть против Сайлоса. Но интересно то, что Акалии-то никто не занерфлил. А те чемпионы, которые с Акалией хорошо справлялись, это Сайлос и Араис, были занерфлили. Но везде чаще проблема. Эквалайзер летит мимо. Чаще дает ульту, пытается под Мэнштормом убежать. Апсет бежит за ним, но там Жоня. Апсет будет ждать до конца. Он говорит, я останусь. И через двойную автоатаку делает убийство. Автоатака, да, была ее автоатака. Ну, она тройная, типа, я ее двойной называю, потому что там анимация только на две автоатаки, а в реальности вы даете три. Семь-девять счет. Две тысячи преимущества команды Сплайс. К лейтгейму они выходят хуже, чем соперники. И еще как бы усиление урвало себе команда Шаркина-4 за счет дракона, помните? Два инфернальных у них. Сейчас надо Трику, как можно быстрее уходить, более танковые предметы, потому что пока ему не хватает танковости этой. Показывают нам график. Он примерно равный. Тысяча золота туда, тысяча золота в другую сторону не так важны. В Гаргуле уходит Трик. Вот, правильно, он все делает. Первый предмет был Райт Лус Глори. Второй предмет мог быть от него на магическую защиту, но у него мерки есть, и поэтому он решил сразу уходить в Гаргуле. Тем более, что Гаргуле тоже магическую защиту тебе дает. После появления Гаргуле он, скорее всего, должен будет уходить в Найт Вов, чтобы усилить апсета. А Игнар должен будет за это время собрать либо Заки, либо Локет. Но он Локет уже собирает, мы с вами видим. Ульта! Ловит Удамни! Ну, не знаю, опасно здесь летать. Удамни тоже с мерками. Стана Трелли мимо. Эквалайзер хороший кладется. Кобе с Норскерином подойти не может. И вот она комбинация. С Азиром она бы точно так же работала. Кеннон не может теперь зайти с другой стороны. Продолжает погоню. Все разбегаются из команды Сплайс. Отдают они своего Гуманоида, потому что Гуманоид сегодня не в ударе. Он такой большой. Ух ты, донатик. Мы забыли уже про него. О, сколько у него применений. Винторез подарил 50. Народ, давайте лайкосы. Поднимаем настроение прибылевшему стримеру. Виви. Хорошего вечера и здоровья тебе. Спасибо, Винторез. Да, действительно, мы вчера там температура 39 была, но мы отлежались. Сегодня снова бой. Завтра с утра у нас Корея. Если хотите, чтобы я ее простримал, чуть-чуть там подбросьте дровишек. А вечером у нас завтра 18.00 Европа. После этого будет сразу же Америка. Завтра в полночь у нас Америка. 18.00 Европа. Вы знаете, это субботние вечера. У нас забиты чемпионатами. Зачем Коба слил ульту без позиции команды? Но я думаю, когда он ее кидал, он увидел просто одного Рамбла и больше никого не видел. То есть мы же видим с вами всю карту, а он-то видит только одно. И он увидел на вардах Рамбла, сделал инициацию. Потом они такие смотрят, блин, тут еще есть Карнер. Тогда туда нет смысла влетать. Это одно из применений гуманоида. Вот этого дракона уже сплайсом отдавать нельзя. Если сейчас они все так же отстают на свои 60 на 40 процентов, это не так страшно. Если они отдадут и этого дракона, там чуть ли не 65-70 процентов будет уже у команды Шальки 0.4 лейтгейма. Так нельзя, конечно. Как думаешь, Борда Кази засветится на профсене? Обязательно. У него очень сильная ульта и без этой ульты, возможно, он бы не засветился просто на других своих скиллшотах. Ульта от Северки, инициация. Ульту Ашиз воровали. Попадает Норскерри. Он тоже прижимает Линз. Рамбл! Шикарный эквалайзер набрасывает, и он сжигает всех, но Кеном прилетает и дает свою ульту. Ответного не хуже. И команде Шальки 0.4 не хватило урона пока что, но прыгает Абедаге. Делает первое убийство. Переключается на второго игрока. Делает второе убийство. Северка всех просто рикошетер. Подкидывание идет от Агнара. Должен быть вот этот момент. Этот стоп-кран сплайсом надо найти. Эти змеи, они кусаются до конца. Они не видят всей картины. Они не поняли, что не было еще здесь Абедаге. Что Север не был разогретый. У нее тоже есть разогрев, ребят, когда она рикошетом начинает дамаживать. Сплайси сделали убийство. Надо было просто ретироваться. Ну что, Зеркс, твой выход. Ставит Пинкварт. Видит, что очень медленно Шальки забирает на Шора. И они даже передумали. Страха глаза велики. Страха нет. Как говаривал в фильме. Этот в фильме Том. Об этом. Да нет, на самом деле я про Вилл Смита хотел сказать и его сынышки. Я забыл название фильма просто. И слава богу, что забыл, потому что это не фильм был. Это не кино было, ребят. Но там была фраза крутая. Страха нет. Сайлас вытащил, да? Но он подошел и дал свой прокаст. Погоня за счастьем. Не-не, Погоня за счастьем классный фильм. Тоже Вилл Смит со своим сынешкой. Унылость на чужой планете называется фильм. Ну типа того, только там по-другому. После нашей эры, да-да. Кстати, после этого фильма, ну это исторический фильм, все равно получился. Сейчас, извините, Дракона заберет команду Шалькен-4, прокомментирую этот момент, и битвы не будет. Сплайс сейчас будет просто в лес фармить. И пока дожидаться Войтстаффа на Кенноне, ему не хватило урона. Ждать там на Сиджуане Локета тоже. И Ирелия когда-нибудь, может быть, доберется до Тринити Форс. Так вот, после нашей эры, это исторический фильм, потому что этот фильм вышел в 2008-2009 год. Но в чем историчность его заключается? В том, что это был первый фильм, после которого именно кинокритики, именно интернет-критики уничтожили кино и уничтожили его кассовые сборы. Такого никогда не было еще в Голливуде до этого момента. После этого все начали бояться и начали покупать кинокритиков и покупать интернет-рецензии. И неофициально, понятное дело, никто никогда в жизни не признается, что он продал свой голос, чтобы не зачернить свое имя. Но именно тогда это произошло. Первое, как говорится, все пришли, посмотрели фильм в кино. Хорошие сборы, я цифру сейчас назвать вам не смогу. Но такой добротный для блокбастера сбор в первую неделю. Во вторую неделю никто не пришел. В третью неделю никто не пришел. В четвертую неделю фильм можно было уже снимать с проката, потому что это уже невыгодно его держать в прокате. Кинотеатром, он просто занимает время. На него никто не ходит, там по два человека приходят на фильм, просто поржать. Ну или места для поцелуев покупают. У нас здесь у Пауда у меня была инициация, он очень неудачно дал ульту. Но забавно, что Сплайс решили не гоняться за ним, потому что не знали, где Сайлос. Я продал рецензию, я признаю. Хорош. На что продавал рецензию, рассказывай. На какой фильм? Министерство культуры фильм или какой-нибудь? Тоже голливудский. Хотя какой смысл русским рецензистам продавать рецензию не на русские фильмы? Хотя они тоже здесь же кинопрокате зарабатывают денежку, не такую большую, конечно, как в Голливуде. На бампер для мобилки. Бампер для мобилки? Такой фильм есть, я даже не знал. 8.15 и Шальке хорошо так до лейта добирается. 30-я минута. Лейтгейм официально считается 35-я минута. Мы с вами к этому числу подошли, когда проводили разные анализы. Ух, какой ворот от ульты Аши. Но вы понимаете, что у Шалька сейчас все зашибись, и чтобы с Плайсом победить, им нужно поймать каким-то образом Север. Потому что Ихаша будет попадать постоянно под Скарнера врывы, под Сайласа врыв, и, конечно же, Рамбл сверху своим эквалайзером будет мешать. Он такой... Врыв, мимо, хорошая ловля здесь Игнара, но Игнар ставит щит и уходит в сторону под своим щитком. Ух ты ж! Считай мое сообщение по Эльзе и ответить. Хочу добавить или хотя бы тренером. Хочу добавить или тренером. Я не понял ничего, но потом обязательно прочитаю, если найду. Ну, точнее, найду, я же твой никто не знаю теперь. Смогу твое сообщение прочитать. Что за сборка у Эрэли? Эта сборка называется «Где мои деньги?» Где Диангель Лебовский? Потому что у нее действительно нет денег. Она бедняжка, без них тусит. Все еще... Во! Добралась до Тринити Форс. Все, видишь, теперь нормальная айтемизация. А так Витцент нормальный выбор против Сайласа и Рамбла. Дает скорость атаки, хороший щиточек, хороший сам по себе предмет для брузеров. Тот же самый Джакс его играет. Правда, мне не совсем понятно, почему она еще одну Магрецкую сейчас собирает, и для чего, и куда это будет отправлено. А так Тринити Форс на 32-й минуте — это успех. Ну, для 1.6 игрока, наверное, так оно и должно быть. Очень хорошо сейчас шальки держат эту игру под контролем. Они просто не дают Спайсам ничего сделать, кроме как фармиться на мидлейне. Стоит Шальке... Стоит, извините, Спайсам отойти от Нашора, как шальки могут его тупо зарашить, очень быстро убить у них. Урона хватит теперь уже. И при этом у них 2 Интернала, 1 Маутен Дрейк. Там Клаудовский Дрейк сейчас будет появляться, через 3-4 минуты где-то. Но этот Дрейк никому не нужен, он нужен просто, чтобы обновить Дракона. Кушак хочет собрать. Ну, QSS, да, наверное, это будет QSS. Ну, просто по мне, знаете, собирать QSS уже на 40-й минуте нет никакого смысла, если ты его не собрал в самом начале. Его постоянно Скарнер хватал и утаскивал в отношения. Против Скарнера только там Кенч взял QSS, как раз-таки, чтобы проглатывать того игрока, против которого это все было сделано. То есть Скарнер хватает игрока, он должен там Кенч проглатывать и утаскивать его из беды. Но они это не успевали делать, и сейчас все же в QSS уходит, если Ирэля, то она и так ослабляет свою айтемизацию. У нее и так нет урона, она что, сейчас ослабит себя? Хекс Дринкер там предлагает вариант, но обычно все же Ирэля играет через Стирак, а не Хекс Дринкер, но можно и его тоже. Все же это урон хотя бы, что куда-то. Но я думаю, там правильно подметили, это QSS будет. Просто сейчас уже QSS не имеет смысла. Скарнер, даже если тебя просто схватит на полсекунды, этого хватит, чтобы ты разлетелся в пух и прах. QSS нужен как раз на начало игры. Почему? Большинство игроков, когда играют против Мальзахара, Скарнера, Варвика, они покупают QSS чуть ли не первым предметом. Потому что он в этот момент только эффективен и ломает эффективность Скарнера. Скарнер сразу предстает быть сильным. А сейчас Скарнер уже достаточно танковый, ему даже не нужно уже никого никуда тащить. Он сам может просто стоять, танковать. При этом урон у него тоже есть все еще. Правда, следующий предмет Рик должен будет собирать Вармок, я думаю. Именно чтобы Аше было тяжелее его убивать. Какой нужен ПК для стриминга Лиги Легенд? Ну, то, что ты описал, да, вполне хватит. Я там описание, сейчас краем глаза глянул. Абсолютно нормальный компьютер для стриминга Лиги Легенд. После того, как Ви сказал, что они будут долго играть, я поставил на коэффициент драконов и не прогадал. Но тут, ребят, это уже опыт. Мы просто знаем все эти команды наизусть. И реально, я про каждую команду, мне даже иногда кажется, знаю больше, чем сами эти команды про себя знают. Хорошая инициация могла быть, если бы ультой попасть. Но не попадает. ДРЛ, с другой стороны, делает врыв. Рамбл дает свою ульту не очень хорошую. Ашу отключает, но как Манда Сплайс и Шпрега это сражение. Хоть и Рамбл дал ульту отвратительную. Или нет? Кен! Что творит Кен? Он отвезет чачий просто закапывает всю команду Шальке 0-4. Вот тебе и расслабончик. Да, они уже расслабились. Они были уверены, что все хорошо. Мы убили в очередной РСРЛ. Мы убили почти, убили Зоркса. Но Зоркс с 10 хп под защитой. И там Кенча убежал куда-то туда наверх. И просто Кенан подводит стаффом, делает врыв. И ставит такую жирную точку в этом сражении. Вот она, Рамбла ульта. Я вот ругал. Плохая Рамбла ульта. Она нужда была вот сюда. А он ее кинул в одну Ирелю, которая и так там умирала. Что это было? Это Кенан, ребят. Кенан фулл АП, который не играет с Криптомантией, а играет с нормальными рунами под АП, чтобы больше наносить урона. Но под Фейз Рашем никто от него не убегает. Он просто дает прокаст и разрывает всех. Шальки теперь в беде. Дело в том, что Нашора урвала команда себе Сплайс. И как раз перед Лайтгеймом. Лайтгейм всего лишь был 60 на 40. Но из-за того, что они урвали себе трех драконов. Вот сейчас, смотрите. Видите Рамбла ульта? Но вообще ничего не дает. Вот ее надо было кидать вот сюда, куда Браума ульта залетела. Ну, как бы комбинация Браум плюс и Визичач из темноты. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Еще и Нашор там бил двух игроков, поломал у них статы и урон дополнительный нанес. Спрятался в кустиках и выиграл Тимфай, да? Шикарно сыграл Визичач и просто на хайлайце. Так вот, теперь вышли вперед команда Сплайс по золоту. Это преимущество не особо значительное. Там 4 минуты и Шальки доберутся до этих же предметов. И будут равны соперниками. Но драконы. 65 я оставлю за команду Шальки 0-4. Но видите, они тоже могут проиграть. Я же хоть раз в ультой попал. Вот это да, хороший вопрос. Я потому что реально не вижу. Она попала, когда Аша попала ультой. Две сестры только в комбинации срабатывали их ульты. Скарнер у нас пошел все же в Найт Вов. Хотя это может он так вармок собирает. Я говорил, что ему либо Найт Вов, либо вармок нужен. В данном случае я решил, что лучше все же вармок. Потому что для Северки вообще никто не добирается. У него уже Гардиан Анжел. Найт Вов ей теперь вообще не нужен. Это праведная слава или как он там называется. Рыстерская слава. А вот и четвертый, точнее пятый дракон в этой партии. Клаудовский. И следующий дракон будет уже Элдер Дрейк. По драконам, конечно, неприятная ситуация для сплайсов. У них не такие они крутые. Один Интернал против двух. И бесполезный Клауд против Маутена. Просто пережить сейчас шальке нужно этого на шор бафа. И дальше можно будет снова идти. И только в этот раз комбинацию Рамбл ульта, Скарнер ульта и Браум ульта должны давать одновременно. И по не одному чемпиону, а по всем стараться. Ну, понятное дело, что Скарнере может по всем дать свою ульту. Но он должен выхватывать одного игрока, тащить к себе. А остальные должны как раз отзонены быть. А где Леандри на Рамбле? Ну, он решил через Морелку играть. Леандри, наверное, сейчас будет собирать. Это вполне нормально. Ну, то есть, вот, три кор предмета он собрал. Морелка, чтобы резать от хил. Плюс Ability Power Урон. Жоня, чтобы Ability Power Урон, КДР. И тебя убить нельзя было. Ну, и вот став просто, чтобы пробивать броню всю, которая там есть. Сейчас, да, он, скорее всего, должен будет собирать Леандри и к нему добавлять вармок. Ну, это последние два его предмета. А здесь уже Рободон появился у Визичачи. Надо теперь думать в команде Шалькино-4, что делать с этим Кеноном. Но у Кенона нет QSS. И это может быть очень важным моментом в игре. Нет QSS, нет Микаэля. То есть, его можно схватить, притащить к себе. И если вы его не убьете, вы проиграли. Но такая игра Лига Легенд. Одна ошибка может стоить всего матча. Ну, Жоню нельзя нажать, когда ты под сапрэшеном от Скарнера. Аша уже как бы бесполезная. Она все еще наносит урон, но она может уже и вправду уходить. В более танковые предметы, типа там вот, как она сделала Хекс Дринкер. Потом заменять ботинки, она может сейчас уже на Фантом Денсер. То есть, ей-то теперь только танковость добирать. Ну, то есть, бессмертие. Фантом Денсер, правда, Хекс Дринкером не работают вместе. Так что, наверное, лучше Фроузен Маллет какой-нибудь тогда уже даже взять. Там дополнительное ХП и дополнительное замедление с автоатак. Здесь, да, у обеих команд нету возможного сплитпуша 4-1, либо 3-1-1. То есть, это все будет решаться в одном большом сражении. Гуманоид у нас единственный, кто может, типа, сплитпушить за Ирэлю, потому что его остановить никто не может. Но, опять же, Ирэля без телепорта, это такое себе. Сорокая минута уже игры, как я вам и говорил. Ребята никуда не торопятся. Эти команды всегда играют так. Ну, сейчас три команды у нас в Европе. Медленные. Остальные команды вроде как используют стиль более агрессивный. Ну, и две команды не совсем понятно, какой стиль вообще используют. Это с миссфитами неясно, мне с Виталиками. Виталики пока вообще на команду слабо похожи, а миссфиты, они первые две игры сыграли в лейтгейм, сегодня одну игру сыграли в атаку. То есть, что они собираются делать весь сезон, пока неясно. Но это мы опять вспоминаем MSI, на котором я вам говорил, что у нас команды, по сути, разделились на два типа конфу. Одно конфу — это лейтгейм, второе конфу — это эрли гейм прэшер. И не определился на MSI чемпион, в смысле того, какой стиль лучше конфу. Если бы определился, я думаю, все команды бы перешли на этот стиль. Но такого не определилось. Первое место заняла команда, которая играет агрессивно, вторая команда была пассивная. Третья команда была тоже пассивная, четвертая была агрессивная. И вот в таком духе, то есть. 50 на 50. Как пропрет. Наверное, лучшая команда — это та, которая может и в тот, и в тот стиль играть одновременно. И выбирает просто момент, когда лучше сыграть через агрессию, когда лучше играть от пассивности. Ну что ж, нашор у нас появляется. Elder Drake тоже скоро появится. До него меньше минуты уже осталось. И всей команды шальки выходят на мидлейн. Но они не знают, где Кена. Кеннад станет у нас трейка. Врыв идет от Северки. Ульта летит. Цепляют они по Сиджуане. Норскенн теряет много здоровья. Рамбл потратил свою ульту. Апсет! Рикошетом что творит? Кеннад пытается на развороте сделать что-нибудь хорошее, но не получается, потому что Скардер схватил таки его за Шурикан. И утащился его с Шурикеном прямо к своей команде, где они его и покарали. Не смог он помелштормить и поездить. Вот тебе и Север, да? Я, если правильно понимаю, Гумануэд опять не нажал ульту. Зоркс опять промахнулся своей ультой. Это, конечно, грубо. Сплайсы ошибаются так. В лейтгейме такое не надо. Давайте смотреть повтор. Что у нас произошло? Где у нас Сиджуане, где Гумануэд? Вот Гумануэда вижу. Ворует ульту Аши. Гумануэд прыгает. Пытается прописать стан, но умирает ничего не нажав. Сиджуане не дает ульту. Сейчас на развороте даст ульту, да? На развороте дает ульту, но она ничего не дает, да. Очень плохо отыгрывают сплайсы своей комбинации. То есть, если бы я знал, что они так будут отыгрывать, я бы еще меньше им процентов поставил. Дело в том, что их комбинация должна строиться вокруг того, что Ирелия дает первую ульту, вне зависимости, попала она станом по противникам или нет. И из-за этой ульты игроки стопятся. Они не могут никуда убегать. И только тогда сверху должна залетать ульта Сиджуане и сама Сиджуане. А вот после этого только должен под Мейлштормом, под своей ультой залетать Кеннон. Но сплайсы даже сейчас, видите, два игрока ничего не сделали. Ну, может быть, шаткол был, ничего не делаем, отступаем, отступаем. Ну, это неправильный шаткол тогда. Тот, кто его дал, его по губам надо бить. Причем не руками. Когда выходит Аша? Куда выходит Аша? У Аши все хорошо. Она поменяла Guardian Angel на Essence River, чтобы чаще можно было ульту давать. Шалька за командой... Ой, Шальки. Юлька за командой Шальки-04, кто не знает. Кто не заметил. 11 в 18. Забран был Красный Лес весь с нашор бафом. Шальки должны опять искать хороший вот такой тимфайт, как они начали, где Браум и Рамбл дадут ульты одновременно. Но это все вот такое. Одна Аша выходит из игры, да. Аша чай пить. А, когда Аша играет. Не, Аша здесь нужна... Ее ульта уже для инициации не нужна. Сразу вам скажу, ее ульта нужна для, скорее, дополнительного стана по игроку, который пытается до нее добраться. Двойной баф, кстати говоря, у команды Шальки. Я что-то тупанул. Пошла Рамблская ульта, которая отрезала всех. Вот это было хорошо. Рамбл ульта, Сиджуани ульта все еще есть. Но только что ее потратила Бедаги. Это минус один ингибитор. Второй ингибитор пока сломать не получается. Кенн нажимает телепортацию. Они его видят, будут вылавливать. Кенн, она ловит. Он не нажимает кинжс в свое время. И он дает ульту только ни по кому. Аша надо разогреться, но она не успеет. И команда Сплайс ошибается. Опять. И релья. Купите, пожалуйста... Купите, пожалуйста, кнопку R гуманоиду. Ну, сейчас. Хорошая ульта может быть. Да, прыгать дальше. Ульта Ашильд залетает, но ничего она не дает. И релья так и не попрыгала по игрокам. Аша разогретая начинает стрелять. Ответа уже ульта идет от Абедаги. Абедаги не боится и прыгает вперед. Уходит Джоню. В этот же момент команда Шаркина 4 пытается просто закончить игру. Но все же на развороте решил апсет показать всем, что его чемпион может стрелять. Но Коба. Коба разогретый. Коба разогретый стреляет. Пытается убить апсета. Апсет пытается закончить. Он уходит в Гардиан Энджел. Игнар умирает. Остался один апсет. В него прыгают. Промахиваются. И он не успевает делать. Квадро килл за Коба. Но Крип. Крип закончил игру. А Игнару репорт за то, что слинял. Он должен был дать финальную автоатаку тоже по этому Нексусу. Аша разогретая. Такая опасность. Как и Северка. Ну что с гуманоидом не то? Реально. Он с ультами своими тормозит, как не знаю кто. Жаль, мы не на Ютубе. Я вам показал. Он мог сделать врыв еще до того, как Кеннон прилетел. И тогда у Кеннона было бы все хорошо. 3-0 за Юлькой сегодня, ребят. Юлька угадывает победные команды. Аша наконец-то чай свой выпила и начала стрелять. Да. Снова всем здрасте. Привет-привет, ребят. Ну что ж, идем на перерыв. У нас осталась последняя игра на сегодня. Не пропускаем ее. Это команда G2 против команды SK Gaming. G2 у нас абсолютные доминанты. И интересно будет посмотреть, смогут ли они продолжать абсолютно доминировать все коллективы в Европе. Когда же у нас играть у них с фанатиками будет? На следующей неделе. На этой неделе мы еще с Виталиками играть. А вот на следующей неделе будет матч. Ой, как она. Ой, как она Юлька там переживала. За свой-то сегодняшний девственный результат, ребят. Переживала, переживала. Юлии, пишут тут в чате. Ну, все знают ее уже. Она, как говорится, становится лицо судей Европейского чемпионата. Ну что ж, идем на перерыв.